Девушки отдыхают И предыдущие месяцы он каждый год чувствует себя так, как он чувствовал себя в утробе матери в те месяцы конкретно, то есть последние самые сложные, это время перед рождением, тебе уже тесно, там неуютно и все, да это вот получше, получше, в середине, в начале вообще хорошо ты развиваешься. И по какой-то странной причине, раньше у меня это всегда было так, а потом я узнала про эту теорию, то, что у меня совпадает с ней полностью. Весной я себя чувствую прекрасно, просто летом замечательно, в конце лета уже сентябрь плохо, октябрь очень плохо, ноябрь отвратительно, в начале декабря я умереть готова просто, депрессия, все ужасно. И вот каждый год одно и то же, одно и то же, а потом я узнала про эту теорию, а потом у меня день рождения и как-то все... Вообще мне важно, чтобы все было гармонично, чтобы все было хорошо. Месяц назад у меня это было, теперь у меня этого нет вообще. Во многом в чем-то я виновата в том, что у меня сейчас этого нет, в чем-то обстоятельства, в чем-то другие люди, но вот так получается. Секрета нет никакого, да? Ну, съемки просто закончились сами собой, потому что они закончились. В спектакле у меня произошел личный конфликт с режиссером, и из спектакля я ушла. С молодым человеком вообще все очень сложно, потому что я его люблю, он любит меня, но вместе мы с ним как водится быть нему. Ну, это вообще прекрасная, потрясающая история. По закону парных случаев со мной уже не первый раз. Это очень сложно. Вчера я рыдала, вот конкретно у меня вчера был выходной день, там первый за миллиард лет, и я просто прорыдалась вчера. Весь день сидела и рыдала. Подружка звонит мне. Я говорю, что, 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 что случилось? Ксюша! Ну вот. Все очень просто. Вот как можно за месяц потерять. Из абсолютно счастливого человека стать неудовлетворенным, несчастливым человеком. Скорее ситуация такая, там проблема-то, скорее всего, и в том, и в другом случае в них, но во мне проблема в том, что я не могу с этим мириться. И там, и там. То есть, вот из театра, например, я просто там в скандале уходила, потому что я не могу мириться с этим, с тем, как себя ведет режиссер, что она делает, я с этим не могу мириться. Могла бы, я бы вчера играла бы в спектакле и делала бы это замечательно и прекрасно. Это была моя роль, которую полгода репетировала, это было мое. Все было бы замечательно, но есть какие-то личностные вещи, с которыми я не могу мириться. Если бы проблема была только у одного артиста, было бы понятно, что проблема во мне. А проблема не у одного артиста, и все об этом говорят. Те, кто остались в этом спектакле, у них тоже с ней проблема. Просто они сделали выбор в сторону все-таки спектакля. Отложили личное на... ну, вообще отложили. Не на потом даже, а в принципе. А мы не отложили личное. Ну, там просто люди по-разному повели себя. И те, и те могут быть правы, могут быть неправы, неважны. Там дело в режиссере. И она таким же образом предаст тех, кто у нее сейчас. Просто они еще ее не знают, они об этом не знают, но в скорости, если они что-то скажут не по ее, они окажутся в такой же ситуации. И вообще любые люди, кто будет с ней работать, они будут в такой ситуации оказываться. Вы боитесь ли это остаться? Я вообще не боюсь этого, потому что я даже хотела бы, если кто-то об этом узнает, хотела бы уберечь людей вообще от того, чтобы с ней работать. Потому что, как оказалось, к примеру, актриса, которая репетировала мою роль до меня, предыдущие полгода, она делала этот спектакль год. Я репетировала полгода. До меня репетировала другая актриса. Эта актриса сейчас имени ее слышать не хочет. Она не хочет вообще знать, что есть где-то на свете этот человек, потому что ее она предала точно так же в какой-то момент. Поэтому к Марии Павловской никогда не хотите работать. Это плохой режиссер. Ну, правда. Нет, театр как дом мне не нужен. Я не хочу работать в репертуарном театре вообще нет. Вообще нет. Театр как... Вот мы репетировали один спектакль, собирались по американской системе на один спектакль. Вот такой спектакль мне нужен, чтобы я в нем вварилась в этом процессе. И получилось с этим спектаклем мы сейчас будем делать другой. То есть это у меня есть практически. Было вот еще неделю назад и будет, может быть, еще через неделю. То, что не... Ну, как-то не выходит за рамки какие-то. То есть понятно, если это наполовину порно, то я там сниматься не буду. Ну, как-то... Если это даже не очень интересно, в этом все равно можно что-то найти, где-то там что-то придумать, как-то чего-то решить. То есть главное, чтобы не было в этом какой-то, ну... То, за что бы мне было потом стыдно. Если мне не будет стыдно за эту работу, я читаю сценарий, он нормальный. Да, там, может быть, какие-то странности есть, но в принципе мне стыдно не будет за... Всегда пожалуйста. Я не могу сказать, что я до конца в целом удовлетворена. Конечно, любому человеку хочется больше. Любой актрисе хочется больше играть. Но я не могу сказать, что я не удовлетворена. Потому что мне есть с кем сравнивать. Большинство моих знакомых вообще реально страдают. Пребывают в депрессии по поводу своей профессиональной неудовлетворенности. У них уже начинаются какие-то психологические расстройства на эту тему. У меня этого нет. То есть, ну, опять же, да, где-то я посередине, наверное, нахожусь. В смысле? Если в этой роли нет вообще ничего, а есть только там голые сиськи, например, это даже может быть не порнография. Ну, понятно. Ну, вот, ну, тупизна просто какая-то, да? Ну, абсолютная. Я и пустота. Вот если это там есть, то вообще мне неинтересно. А дальше вообще весь спектр, он мне интересен. Я очень была бы рада, если бы, например, сыграть что-то про русскую деревню. Это прекрасно. Исторический фильм или спектакль – это прекрасно. В современный какой-то вариант – да все что угодно. Детектив – потрясающе. Там экшен замечательный, мелодрама прекрасная. Арт-хаус. Во всем есть что-то интересное. Можно что-то найти. Гениальности сегодняшних многих сценариев или там пьес, неважно, ее нет. Гениальности этой, потому что туда вообще ничего не внесешь. Вот это то, о чем я говорила. Пустота. То есть там нет пространства для фантазии, воздуха нет никакого. А в древнегреческой трагедии ее можно играть и так, и эдак, и на современный лад, и как древнегреческую трагедию. Мешать, делать эклектику. Все что угодно, любые варианты подойдут. По-любому, как угодно можно делать роль. Ближе всего мне эстетизм в искусстве. Если все красивенько, вот если в спектакле пошел снежок – все. Даже если он практически бездарный, он мне понравится. Ну вот да, у меня слабость к красивому. Поэтому, конечно, там одинаковые спектакли. Один решен, снежок пошел, а другой они сыграли в черных костюмах и разошлись. Конечно, мне понравится больше этот. А если это идиотизм, то да, мне это не понравится. Красивый идиотизм. А красивый идиотизм. Со снежком. Со снежком. А в этом есть мысль тогда. Тогда это режиссер делает упор на внешнюю картинку, на красоту. Вчера я посмотрела фильм «Спи со мной». Ты смотрела его? Да. Это эротический фильм. Для кого-то порнуха. Для меня эротический фильм. Там все видно. Не, ну это не сессия, это не жанровая порнуха, это все-таки какой-то там хаос и так далее, с элементами откровенных сцен. Да, ну там все видно, но вот в таком, я бы снялась, хотя там все видно, понимаешь, но... Не, ну там как раз-таки смысл. Там смысл, там психология. Да, да, да. Главное, как раз-таки за этим сексом там стоит. Именно. Вот. Вот это мысль. А с снежком-то, когда ничего не стоит, но красиво. Вот этого я не знаю. Ну я такого никогда не видела. Я никогда не видела такого, чтобы было ну вот просто красиво. Если у режиссера мысль доходит для того, чтобы сделать красиво, значит она у него и до другого наверняка тоже дойдет. Ну не каждому придет в голову вот снежком посыпать как-то. Ну в общем все спектакли, которые я со снежком видела, а я видела с трейлера, с снежком, потом в малом театре Коршуновской спектакль в нем шел снежок, еще где-то. Это все были очень хорошие спектакли. Меня интересует не обычный снежок белый, который пошел в спектакли, таких спектаклей много, а вот чтобы такой золотистый снежок. Вот это вообще-то, это мое сердце отданное, когда у стрейлера это первый раз в спектакле увидела. Я вообще думала, что мне сейчас порвет на части, просто мне спектакль и так нравился. А тут снежок этот пошел сверху, ну все, я думаю. Вот это да. Вот это, это мое. Вот итальянское кино, это мое, потому что там они стэдоп, у них содержание не менее важно, чем форма. У меня то же самое. А в низкобюджетном кино готово сняться? Там, где, скажем, форма, как раз-таки иногда будет страдать из-за отсутствия бюджета. Готово я и снималась, да, да, конечно, готово. Если, ну опять же, если там хоть за что-то можно зацепиться, и как-то там что-то новое для себя, то вообще, да, конечно. Такая глупость. Я тебя ненавижу. Не веришь? Я ненавижу тебя. Там сахарок здесь есть. Я ненавижу тебя. На видео он записан, да, вот этот мастер-класс, где она еще говорит не скрещивать ноги, я постоянно забыла. Да, 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 да. Да, я смотрела. Меня это очень... Меня все это интересовало в тот момент, а театр это было все вместе. И танцы были, и музыка. В какой-то степени изобразительное искусство. И как раз в тот момент я начала ходить в театр. В разные театры. И в большой на оперу и балет, и в драматические театры смотреть. И да, вот в тот момент мне стало понятно, чем я хочу заниматься. И в каком-то там... В одиннадцатом классе, когда надо было идти на подкурсы, ну, чтобы готовиться, да, к поступлению куда-то, я пошла в ГИКС на подготовительный курс. На актерский. Ну вот, а потом я поступила в Чепкинское училище. К Юрию Соломину на курс. По крайней мере, я знала, кто это. Как это обычно случается. Я знала, и это был мною уважаемый человек. Я смотрела какие-то интервью до того. Потом я узнала, что я буду к нему на курс поступать. Вот, ничего себе. И поступила. В отборике стоит памятник. Ай, Щепкинам уже. Так классно возвращаться сейчас туда. Вот. И началась учеба. Даже не знаю. Ну, первые месяцы, как водится, когда мы учились, ну, всем же кажется, что ну, я как минимум гений. Это как минимум. Потому что я поступил в театральный институт. Сам. Никто не помогал. Не делал. Значит, я... Значит, я гений. Вокруг меня такие же гении, как я. То есть, целый курс гениев. Я помню один момент, очень смешной, когда Юрий Мефодич Соломин нас первый раз собрал. Первое сентября или второе. Ну, вот первый сбор курса. Он нас собрал, нам что-то сказать. И он решил припугнуть нас, как он это обычно делал. И сказал, вы понимаете, что из вас артистами, там, известными станут максимум двое. И в этот момент я... Я реально посмотрела вокруг и подумала, а кто второй? Вот. Я так всех оценила. Ну, там, помню, кого-то выбрала, подумала. Ну, вот, наверное, вот он и я. Вот мы вдвоем по-любому. Это очень смешно. Я думаю, что почти так же подумали все. То есть, я в этот момент увидела, как мы все начали переглядываться друг с другом. Кажется, сейчас, вот для меня три с лишним года прошло с выпуска, что этого не было. Что это было? Не со мной. Что-то я фильм посмотрела какой-то четырехлетней продолжительности. Сложность просто очень большая. Вот у нас очень большая занятость была. Вообще не было времени поспать. Вот это было сложно. Ну, правда, ты сидишь на лекции, и вот это вот все начинается. Так каждый день. Это сложно, конечно. У меня не было такого, что вот я буду артисткой, и за мной будет лимузин подъезжать. Нет, вообще нет. Я причем конкретно понимала, что шанса кем-то в этой профессии стать очень мало, даже при условии, что ты замечательный артист. И дело вообще не в этом. Точнее, не столько в этом, сколько в каких-то многих других вещах, которые могут не получиться, не совпасть, может не повезти. Я это все прекрасно понимала, я как-то осознанно шла. То есть, ну вот на курсе у нас, естественно, были те, кто пришел, вот это вот все артистом становиться. Я вот, собственно, пришел. Делайте из меня все. Так уж и быть. Нет, у меня такого вообще не было. Как-то и... Поэтому я не испытала там никакого разочарования. Обычно... Еще в конце первого курса обычно всех накрывает депрессия такая по поводу... Или в середине. Ты уже понимаешь, что ты не гений. В этот момент тебе уже дали это понять несколько раз. Вот. А дальше с этим что-то надо делать, с тем, что ты не гений, но вот как бы ожить-то дальше как. И все обычно очень тяжело переживают этот момент. Там, ну, до того, что пытаются покончить жизнь самоубийством, как моя подруга лучше пыталась сделать, перерезав себе вены. Вот. А меня, конечно, этот момент накрыл, но я не могу сказать, что как-то прям вот совсем как остальных. Я к этому, наверное, готова была. Не строила иллюзии по поводу этой профессии никогда. Ты сейчас сказал, я не формулировала это для себя, вот так, как ты это формулируешь, да? Но позиция та же самая. Я никогда не понимала, почему там какие-то однокурсники мои, например, обижаются на замечание там. Мы его звали шефа. На замечание шефа. Почему? Пришел человек, смотрит на тебя. твой худруг пришел, сказал тебе, что ты жирная корова. Ну, так че обижаться-то, е-мое? Я никогда не обижалась. То есть, вот его обидные слова я делила вообще на 280. То есть, мне, конечно, было, ну, я не могу сказать, что мне было приятно там, когда он орал, например, у тебя длинный нос, развернись так, чтобы его не было видно. Хотя я не могу сказать, что у меня длинный нос, но, в общем, и в тот момент у меня зародился комплекс по поводу моего длинного носа, и я думала, что ж такое у меня длинный нос. Вот. Ну, как-то я не воспринимала. Он орал на меня, и он меня любил. Меня даже там, если что-то надо было, на курсе, меня пару раз к нему подсылали, что там, иди, подойди, он тебя любит, там, вот скажи. А другие... А, а вот то, что он важное мне говорил, какие-то такие вот ключевые вещи, чтобы мне помочь, чтобы что-то... Я... Или взгляд какой-то его. Вот взгляд один. Одно его прикосновение, я помню до сих... Ну, вот такие вещи. То есть, плохое я сразу отбрасывала, а хорошее я оставляла, и это остается со мной. И сейчас. Ну, мне, может быть, есть чуть-чуть... Я не могу это обидой назвать, но есть непонимание, почему он и Ольга Николаевна, желудная жена Иваня у нас была на курсе мастера, и другие педагоги, почему они не поучаствовали в нашей жизни на выпуске, почему они не помогли нам устроиться в театр, хотя могли это сделать. Вот в случае со мной это было элементарно. Меня уже хотели брать в ЦТРА, и там одного звонка было бы достаточно для того, чтобы меня в этот театр взяли. Но они... Никак они не... Вот... И все. И на этом все закончилось. Вот это, конечно... И в тот момент я вообще не поняла этого, почему так произошло. Почему они так... Зачем тогда... Ну вот это вот все. Зачем набирать курс тогда, если мы не нужны им вообще? Я придерживаюсь того мнения, что если человек хочет учиться, особенно в высшем учебном заведении, которое он выбрал по своему усмотрению, если он хочет учиться, ему это делать несложно и приятно, и он многому сможет научиться. А если он это делает одной там левой пяткой, то и как бы... Ну и ничего. Я делала все. Я ходила на все лекции. Были лекции, на которых я сидела одна. Никто не ходил на них. Я одна на них сидела. Я и педагог. Всегда просыпалась в нужное... Ну, в общем, мне нравилось это. И мне не хотелось чего-то пропустить, потерять. Какие... По глупости. А потом думать, а вот я ж могла бы... А я не думаю так сейчас. Я от образования я взяла все. Когда мы выпускались три года назад, и мы были равны по всем. Мы были одинаковые. У нас на курсе не было перекоса какого-то, что вот ты будешь звезда курса и будешь играть во всех дипломниках главную роль, а вы все вот давайте чешите в массовку. Вообще не было этого. Мы выпускались, мы реально были одинаковые. А вот сейчас, по прошествии трех лет, там разница, конечно, колоссальная. Там кто-то уже чуть ли не под забором валяется, там спившись, а кто-то замечательно там снимается, играет в тяну. Ну, у всех по-разному. Там девочки кто-то родил, кто-то там занимается профессией, кто-то ей уже не занимается. У всех ситуация вообще разная. Раньше были какие-то сильные амбиции по поводу профессии. Сейчас я к ней очень спокойно отношусь. Будет? Отлично. Не будет? Не умру. И вот, к примеру, там подружки мои, с которыми я общаюсь, актрисы на эту тему, они мне, ну как так? Ну вот, а у них есть вот это вот. И они несчастные, и что-то там пытаются выдавить, а оно не выдавливается. И на все кастинги ходят, и каждый день куда-то там чего-то бродят. А я спокойна. Если мне присылают, и мне не нравится, я даже не пойду на кастинг, ну потому что, ну а зачем? Я свою жизнь делаю сама. Я это выбрала сама. У меня же, у меня сейчас есть вариант уехать в любой там маленький городок, да, и начать там играть в театр. И этот вариант был после училища. Но нет. Ну как бы нет. А зачем? Я хочу жить здесь, мне здесь нравится. Я люблю Москву. Я считаю, что где родился, там и пригодился. Что подружка у меня одна сейчас уехала учиться в Нью-Йорк, в Листрасберге, академию театральную. и она мне все, давай, 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 давай. Крюмир, мне неинтересно. Мне интересно здесь состояться в профессии, завести семью, вот мне все здесь интересно, а где-то там в Нью-Йорке, ну вообще как бы нет. А зачем? Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода.